смотрите что и радочка только что пришла со школы смотрите какую красоту принесла ага давайте я вам расскажу как я ее сделала давайте это календарик да ну расскажи как ты сделала смотрите я это начал я начала это разукрасывал вырезал потом это красава а потом клеили метро конечно мы ее тоже вырезали и потом и получился вот такой красивый календарь да смотрите теперь у нас красиво вот видите какой красивый календарик но это не хэппи-безды вообще-то как бы да здесь вот написано и рада такой вот календарик циферки то что плоховато видно ну вот повесим куда-нибудь да может в твоей комнате такая красота да ну ладно отдыхай подождите хорошо вам помогает привет ждала хозяйку и рада не успела прийти она ее уже к своей тарелочке ведет чтобы рада и она она уже она уже знает что я когда приду ей насыплю чуть-чуть корма она уже это знает как свои три лапы ну ладно давай отдыхай три лапы вот видите вот вот теперь у нас елка стоит вверх ногами да да и джирюшка очень не знаю интересно у всех такие кошки или только у нас вообще я на кухне пока была слышу ва-бах да и джирюшка все у нас теперь елка вверх ногами будет правда что за беспредел у всех такие беспредельщики в доме а или только у нас посмотрите что они творят они разломали уже на пару вот она вот она шайка лейка которая пытается испортить новый год одна игрушки ломать другая елку другая да точно другая хулиганка такая у нас останется одна палка и фонарь и то не факт что фонарики кстати останутся ой господи хочется расстраиваться нет ну что вот видите какой беспредел вот как вот можно так а сейчас буду ее как-то поднимать но я не знаю получится или нет вот я так и думала вы знаете я хотела ставить вообще рано елку а потом подумала подумала хорошо что я подумала вылази отсюда а потом думаю нет она никак не доживет до нового года если будет рано да и живи вот бегает видите с этими игрушками а потом подумал за несколько дней это же нормально а походу и за несколько дней это ненормально видите что творит игрушки уже 50 процентов игрушек уже сломано елка уже на последнем издыхание скорее всего вообще не доживет до нового года ну вот эта палочка доживет в общем вот так вот посмотрите на эту хулиганку взяла снесла в том году было нормально как-то и и джинушка так особо прям не это и кошки не было и радочка как-то по-человечески относилась и джинушка вон что творит в общем вот такое у нас новогоднее безобразие так что я в этом году решила что не буду я не изгаляться как в том году и в том году тут вообще всю комнату украсила тут все висело тут вообще просто была сказка жалко не снимала то в этом году не буду ничего делать потому что бесполезно вот видите что происходит вон они что творят по всей по всей квартире у нас теперь эти шарики за ролики ой господи вот такие вот у нас хулиганы в доме ну вот видите нет я не знаю блин у всех же кошки в доме что у всех так такие кошки хулиганки вот оно новогоднее безобразие а я еще когда мы наряжали елку я говорю надо же уже третий год третий год елочки третий год елочки говорю как же она долго у нас уже наверное не будет три года это последний год вот такой ужас у мамы дома творят в общем буду поднимать я же сказала что стол это не гарантия того что вообще по-хорошему я бы вообще поставила возле окна там вот так вот бедная наша елка вся разломалась всем привет представляете наша кошечка приболела вот хожу вся сама не своя убираюсь тут что-то делаю последние стрихи эти два дня уже даже третий день она извините за выражение в общем серед дальше чем видит я сначала подумала думаю может бывает такой один день 2 так она хоть до туалета добегал а сейчас представляете уже и до туалета не добегает я вот сегодня полдня просто хожу и собираю ее какашки вот эти не какашки даже эту воду извините пожалуйста за подробности слава богу что она не делает это на ковре она просто не может добежать уже совсем прям вода 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 я не знаю что могло произойти но я конечно грешу на то что она залазит на аквариум попивает в эту воду иногда хотя у нее всегда есть вода всегда но она влезет в этот аквариум я уже говорю мужу закрой ты его чем-то или что-то я думаю что там какой-то микроб или что-то попал хотя муж говорит ну и что кошки на улице живут и службеют и ничего с ними не происходит игру но она то у нас домашние все таки не знают улице в общем такая расстроена она сейчас отлежит полдня не какущая ну хотя она при этом все равно бегала там играла как вы увидели елку несколько раз уже роняла и сегодня утром тоже уже три раза уронила но все равно сейчас спит лежит но видимо и нехорошо муж позвонил ветеринару ветеринар сказал что нужно ее ввести срочно потому что ветеринар должен посмотреть в чем там причина потому что их может быть много вот так как все-таки в доме дети и мало ли что там и вообще так переживаю вроде не знаю прям ну такое как бы новогоднее настроение скоро новый год все такое прям считайте за несколько дней за два такое так жалко прям не дай бог чё так переживаю чтобы с ней ничего плохого не случилось надеюсь что все обойдется можно все равно так прикипели сегодня уже и поплакать успела так жалко и она мяукает что-то там это а чем поможешь вот муж приедет сегодня скоро повезет ее к ветеринару в общем надеюсь что все обойдется что наша кошечка будет жива и здорова